Итак, возвращаясь к рассказу о локальном сервере, о программе или наборе программ под названием OpenServer, который мы уже установили на нашем диске. На одном из наших дисков. Напомню, что сделали мы это на диске D, где появилась папочка OpenServer со всеми его элементами. Вот эти четыре папки, которые вы здесь видите, это папки для его работы, а два файла внизу, это два файла для запуска его, в зависимости от той версии Windows, которую мы используем. Я использую, в моем случае стоит Windows версия вот этой, поэтому, чтобы дальше было легче работать, я правой кнопкой, сделав клик правой кнопкой, отправляю эту иконку на рабочий стол. И тогда мне не нужно иметь открытое все окошко с папкой локального сервера. Иными словами, OpenServer запускается теперь двойным кликом на этой иконке, как всегда это делается с любой программой. И когда он заработает, вы увидите, что в этой зоне у нас появится флажок, который и означает, что сервер работает, и через этот флажок можно входить в любой пункт меню этого локального сервера. Итак, займемся сейчас конфигурацией его, вещь несложная, но могут быть несколько таких проблемок у вас может возникнуть, как возникнет в свое время, и я хочу вам об этом рассказать достаточно детально. Итак, двойной клик на иконке локального сервера, и начинается запуск его работы. И вот, как вы видите, справа появился тот самый красный флажок, о котором я говорил. То есть, локальный сервер у нас работает. После этого он может перейти у вас вот в эту область, скажем так, но в любом случае, вид у него будет таким. И если вы наведете на него свою мышку, то вы увидите, что это open-server, который имеет профиль сейчас в дефолте. Работать с ним кнопкой правой всегда есть команды запустить или же перезапустить, остановить, зависит от состояния работы сервера. А все остальное мы рассмотрим с вами чуть позже. Ну, вот эта кнопка, это просто выход, это выход из программы. Если мы это нажмем, то красный флажок, и вообще любой флажок любого цвета исчезнет. Но, для начала, займемся темой настроек. В теме настроек закладок много, вы их можете спокойно посмотреть, но я бы сказал сейчас сразу, что, по сути дела, для начала работы достаточно первых трех. Основные настройки, настройки сервера и модули. В основных настройках практически я никогда ничего не менял, но разве что язык, если так, вы не владеете русским, а хотите украинский или английский. Меняется язык, сохраняются настройки, и сервер работает с другим языком. На второй закладке вы потом увидите, что можно использовать несколько из вот этих возможностей, опций, в случае, если это вам потребуется. Но, для начала, я пока ничего менять не буду. Все, что можно изменить здесь, это сейчас вы видите сразу настройки, которые использую я сам. По умолчанию здесь стояла Apache 2.2. Я поменял Apache 2.2 на связку Apache с языком PHP программирования седьмой версии, одной из самых последних и современных. В связи с этим, та версия PHP, по умолчанию, которая стояла наименьше, я поменял на седьмую. А версию MySQL, которая служит для работы с базами данных, я оставил без изменений. Версия 5.5. Я сохранил эти изменения. И, по сути дела, настройки сервера пока на этом закончились. Я закрываю это окошко настроек, иду в наш флажок, правая кнопка, и сразу пытаюсь его запустить. Первая опция, которая наверху мне дается, это запустить локальный сервер. Скажу сразу, что сейчас пойдут ошибки, которые я специально оставил вам, для того, чтобы вы знали, как с ними бороться. Поэтому запускаем сервер и видим, что же нам выдает наш локальный сервер. А выдает нам очень ясные и понятные записи. Во-первых, нам говорится, что после начала процедуры запуска сервера было обнаружено, что файл такой-то, расположенный по такому адресу, недоступен для записи. И как рекомендацию нам дают два варианта. Либо отключить использование этого файла, или настроить права доступа. Я в моем случае имею уже этот файл, поэтому я пойду первым путем, вернее вторым в данной ситуации, настрою права доступа. Как это делается? Да очень просто. Идете в папку на диске C, под таким названием, находите этот файл и меняете его настройку. Вот, смотрим. Диск C. Следующая папка, которую нам надо найти, будет папка самого Windows. В папке Windows нам надо найти опцию System32. В System32 ищем папочку Drivers. В папке Drivers появляется еще одна папочка. Вот это, это сет. И уже мы видим сам этот файл. Вот он, файл hosts, который нам говорят, что недоступен для записи. Я выделяю этот файл и правой кнопкой иду в его свойства и проверяю, так ли это. Правильно, мне говорят. Мой файл стоит галочка только чтение, поэтому, естественно, записать в этот файл что-то, что хочет записать локальный сервер, не получается. Как это решить? Очень просто. Я снимаю эту галочку. Применяю это изменение сначала. Потом даю команду ОК, сохранить это. И забываю пока о хосте. Пробую повторить операцию, которая у меня не вышла заново. А именно, пытаюсь запустить локальный сервер. Правая кнопка мышки на флажке пытаюсь запустить его снова и смотрю, что у меня выходит. Две новости. Хорошая и плохая. Хорошая то, что предыдущую проблему мы уже решили, потому что она не появляется. Что означает, что все нормально. Мы сделали все правильно. Плохая новость заключается в том, что теперь появилась новая запись, которая звучит, что невозможно занять какой-то там порт 80-й, поскольку он уже используется. Читаем внимательно, кем он используется и видим. Скайпом. Правильно. Я говорю, у меня включен скайп. И скайп, видно, использует этот самый порт. Какие решения, проблемы в данной ситуации существуют? Ну, рассказываю вам сначала со второй, которая мне нравится чуть меньше. Она заключается в том, что возвращаясь опять же к настройкам нашего сервера в закладке сервер я могу активировать опцию запускать сервер в агрессивном режиме. Что в переводе с русского языка информатика на русский язык нормальных людей означает, что в этой ситуации при запуске сервера он будет подавлять все остальные программы, использующие 80-й этот самый порт, выкидывать эти программы и давать работать нашему серверу. После этого мы можем снова включить выброшенные сервером программы. В данном случае речь идет о скайпе. Попробуем все это сделать. Сохраняем эту запись. Теперь мы видим, что сохранено запускать сервер в агрессивном режиме. закрываем эту информацию и пытаемся его снова запустить. И, как видите, произошло следующее. Первое. Мой скайп исчез. То есть он перестал гореть. Это значит, что его выбросил кто-то. Не знаю даже кто. Опен сервер. Локальный сервер. Выбросил его из порта и отключил скайп. А что происходит с самим локальным сервером? Он, минуя стадию желтого фрошка, сразу стал зеленым. А именно, сервер у нас работает. Мы видим, что запустить его снова нельзя, но его можно перезапустить, если это потребуется. Можно его остановить, если потребуется. Можно выйти из него. И можно заходить уже в любые меню, которые нас в последующем будут интересовать. Это первая опция, а именно запуск сервера в агрессивном режиме. Посмотрим сейчас вторую опцию. Для этого я на секундочку остановлюсь, вернусь в начальное состояние и продолжу свой рассказ. Теперь расскажу о втором решении проблемы 80-го порта, который занимается скайпом. И это, должен сказать, что это решение проблемы мне нравится больше. А именно, я вернулся в начало, как вы видите, у меня снова включен скайп. Я снова пытаюсь запустить локальный сервер. И у меня выходит, что порт используется скайпом. Хорошо. Какое решение проблемы более грамотное, мне кажется, может быть. А очень простое. Вы идете в настройки своего скайпа и отключаете там то, что скайп, говорите ему, чтобы он не использовал 80-й порт. Сразу отвечу на вопрос, влияет ли это как-то на скайп? Не знаю. Думаю, что нет. Потому что я отключил именно 80-й порт в скайпе и у меня все работает нормально. Как это делается? В скайпе есть такая закладка инструменты, как вы знаете. В инструментах есть закладка опции. И когда вы входите в опции, то самая последняя закладка, в моем случае, это что-то типа продвинутой. У вас называться может быть как-то иначе. Если вы кликаете на ней, то вы видите несколько вариантов, куда можно войти. В данном случае в соединениях написано скайпу дана команда. Давай-ка подключайся через порт, в моем случае 50-542. И написано, что надо использовать порты 80-й и 44-й для дополнительных входов. Вот если вы снимите эту галочку, отключите эту опцию, то есть скайп у вас будет работать с этим портом в основном. И дальше вы дадите команду сохранить. И написано, что все эти решения вступят в силу в следующий раз, когда вы запустите или перезапустите скайп, то по идее запуска с локального сервера уже ничто не мешает. итак, в настройках скайп я отключил опцию с использованием 80-го порта. Я перезапустил уже скайп и он у меня по идее должен принять эту настройку, поэтому буду пробовать сейчас снова запустить локальный сервер и посмотреть, будет ли выходить у меня ошибка с 80-м портом или нет. Вот у меня запустился флажок я пытаюсь запустить локальный сервер и вижу, что флажок стал желтым сначала, что уже хорошо и даже зеленым, что означает, что никаких проблем больше при запуске локального сервера у меня нет. То есть две существовавшие проблемы мы с вами решили. Ну, следующая стадия это посмотреть немножко о том, о чем же идет разговор, вот например есть такая закладка мои сайты и даже есть какой-то уже сайт оказывается скажу сразу, что это сайт установился автоматически именно для проверки работы сервера. Здесь можно увидеть огромное количество программ советую вам потом по каждой из них пройтись и убедиться что они полезны. Есть программы записи видео, редактирование иконок, фоторедакторов, очень большое количество программ полезных вам. Здесь существуют и браузеры Перефоксы, Хром и Опера. Здесь существует вариант общения в Скайпе, торренты, огромное количество программ, записные книжки, блокноты, которые вам будут весьма полезны, если вы спокойно в них разберетесь. А мне осталось сказать, что в принципе все основное уже сделано, обо всем рассказано, ну, разве что я упустил только одну вещь. У меня в свое время при запуске локального сервера на вновь установленный Windows 10 вышла еще одна ошибка. Сейчас я не помню, как она выглядит на экране, но речь шла о том, что седьмой Windows при установке закрыл для локального сервера тоже какие-то опции для работы. И мне там ясно и понятно объяснили, что я должен сделать. Скажу вам сразу, если вы вдруг увидите, что что-то вам мешает, вернее, что-то мешает запуску вашего локального сервера, связанное с одним Windows, не со Skype, а самим Windows, помимо того случая с файлом хоста, о котором мы уже говорили, то, скорее всего, решение этой проблемы будет следующим. Идите в вашу контрольную панель, в программы, которые у вас есть, установленные и вот версии, где написано активировать или дезактивировать какие-то параметры Windows заходите смело сюда и находите в этом списке, который у вас выходит на экране, находите нечто, что имеет название Internet Information Service. Вот эти программы, которые устанавливаются с 10-м Windows, могут иметь какие-то поля активированы галочками. Где-то вот здесь может стоять у вас активированная галочка, либо здесь, либо здесь, либо здесь, либо в какой-то из них. Так вот, решение этой проблемы такое же, как и в случае Skype, а именно, вы снимаете все эти галочки, потому что, по сути дела, для работы они вам не будут нужны, скорее всего. именно в разделе Internet Information Service. То есть, главное, чтобы в этом разделе не стояло нигде ни одной галочки. Вы дадите команду принять эти изменения, и после принятия этих изменений, после перезапуска программы, перезапуска сервера, перезапуска всего компьютера, та проблема при запуске локального сервера, которая могла у вас выйти на экране, она исчезнет. Это просто по опыту я вам говорю, что убирать все в этом разделе не страшно. Во всяком случае, я пока не погиб, у меня все работает, и ничего даже не сгорело. Ну, наверное, пока все, а дальше, надеюсь, мы дойдем до разговора уже о создании своего собственного сайта, каким образом это можно делать, и как, например, решил много лет назад уже этот вопрос я сам, и чем могу с вами поделиться. Спасибо и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok